Торжественное открытие недели детской подростковой книги началось с представления театра ростовых кукол «Балаган». Все, что происходило в этот день на сцене ДК «Солнечный», было посвящено, конечно же, книге. Ребята вместе с отважным капитаном отправились в путешествие по страницам волшебной книги. Сказочные персонажи призывали школьников улюбить книги, читать их, что является главной целью всех мероприятий, которые пройдут в рамках этой недели. Главная цель, конечно, это приобщение к чтению. Не секрет, что сейчас проблемы, сейчас больше аудиовизуальная культура развита. У детей вообще клиповое сознание. Но читать надо, развивать надо все равно и мышление, самое главное творческое, чтобы личность была. Для этого надо читать. Представление театра ростовых кукол – не единственный сюрприз, который подготовили для ребят-организаторы. На встречу с одинцовскими школьниками приехали известный детский писатель Юрий Нечипоренко и драматург-писатель Ксения Драгунская. Юрий Дмитриевич считает, что любовь к книгам детям можно привить, предлагая им читать современных, живых авторов, с которыми можно встретиться, поговорить. А вот Ксения Драгунская по этому вопросу имеет свою нестандартную точку зрения. Если это вне традиции семьи, как бы, бывают читающие семьи, где дети читают, то лучше запрещать читать вообще, потому что дети очень любят все запрещенное. Объяснить им, что книги гадость, не сметь к ним прикасаться, книги зло, ты станешь умным, а умному человеку очень трудно жить на свете, старайся быть глупым, старайся быть пустым. Тогда подросток на оторжение, потому что подростки любят все запрещенное, он потянется к книгам. Выйдя на сцену, писатели прочли несколько своих рассказов. Стоит отметить, что Юрий Нечапаренко пишет именно для детей, а вот в репертуар Ксении Драгунской входит не совсем детская литература. Но воспоминания из детства, которые писательница опубликовала, привели одинцовских школьников в полный восторг. Самым активным юным читателям известные гости вручили почетные грамоты и, конечно же, книги, которые в наше время остаются лучшим подарком. Впереди у школьников еще пять дней сюрпризов. Именно столько продлится неделя детской и подростковой книги. В одинцовских библиотеках ребятам будут предложены различные игры, конкурсы и викторины. Елена Андреева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».